Всем привет, мои хорошие. Для всех, кто меня не знает, меня зовут Джереми. Я бывший гитарист хэви-метал группы. Я аудиоинженер и также сочиняю свою музыку, которую вы можете найти прямо здесь. И у нас реакция по запросу. Димаш Кудайберген. Надеюсь, я сказал это правильно, но прозвучало странновато. И песня называется «Знай». Это живое выступление на чьем-то дне рождения, и там также будут танцы на льду. Можете это не замечать, если вам не нравится. Я без понятия, кто это. Я не знаю, это парень или девушка. Опера, метал, шут его знает. Но раз это день рождения и катание на коньках, то навряд ли это будет метал. Хотя черт его знает. На льду серебряный призер чемпионата Европы Дмитрий Алиев и команда по синхронному катанию Crystal Ice. На сцене Димаш Кудайберген. «Знай». Блин, он же совсем молодой. Я люблю эту флейту. Это... Это какая-то разновидность флейты. Красотища. Определенно, это звучание восточного инструмента. Настолько контролируемый шепот. Это задержка в его голосе, которая и тут, и там. Это так круто. И это так успокаивающе. Интересно, что малый барабан звучит слева, а хай-хэт и справа. Этот звук переходит слева направо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Это головной голос или что? Я думаю, это не головной голос. Это его обычный диапазон. Субтитры создавал DimaTorzok И эта флейта подыгрывает так гармонично. Субтитры создавал DimaTorzok А он не такой простой, как кажется. Уверен, что он еще ничего и не начинал. Все это время он был максимально нежным. Субтитры создавал DimaTorzok Оказывается, классно смотреть на эти танцульки на льду. Ой, как мне нравится! Субтитры создавал DimaTorzok У меня мурашки. У меня даже мурашки в мурашках. Субтитры создавал DimaTorzok 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 АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Ёптэгэдэк Топтать мой лысый череп. Да ладно вам всем. Этот же парень напоминает нам кого-то. Не буду показывать пальцем. АПЛОДИСМЕНТЫ Да, конечно же. Он же вылитый пятый элемент. Это было зачетно. Еще мне очень понравилась флейта. Я не знаю, это была флейта или это был какой-то восточный музыкальный инструмент. Я точно не уверен. Но это и не выглядело как обычная флейта. И звучало это как флейта коренных американцев. Ну и такая же флейта была и в азиатских странах. Я не помню где это было, но он только начинал петь и тут же медленно вступала флейта. Это было так ухолоскательно. Всем спасибо за внимание. Если вам понравилась реакция Джереми, то лайкаем, репостим, комментируем и я переведу его снова. Всех люблю, всех обнял. Пока.